Туристы и милитаристы в очередной раз изменю свои привычки не показывать коробки на камеру при обзоре. Но здесь, конечно, Half-Bread Blades. Half-Bread, кстати говоря, полукровка. Какое-то, я не знаю, что означает вот эта вот эмблема. Значит, они прислали такую коробищу, что просто капец. Причем нож я еще не доставал из коробки. Я его видел только на фотках в Ламни. Стоит он, кстати говоря, в Ламни 105 евро, если мне не изменяет память. Так, вот такое вот чудо. Просто колодач австралийский. Реально, по-другому не скажешь. На самом деле, при всем моем троллинге колодача... О, здесь у нас еще и под такой небольшой... Ну, давайте вот мы не будем тек-лок доставать. Вот он есть, он здоровенный, величиной практически в сам нож. А вот ноженками поинтересуемся доставим. Причем, смотрите, есть тек-лок. Вот, вот она, заботка-то. Есть тек-лок для того, чтобы как-то мощно крепить на ремень и прочее, и прочее. И при этом, если вы не против, я вот этот конверт не буду раскрывать, потому что все-таки нож я буду отправлять в Ламни обратно. Вот, и вот у нас есть очень-очень прикольная, такая мини-тек-локовая версия. В первый раз я вижу такую конструкцию, и сразу могу сказать, что она мне очень нравится. Я так понимаю, что это, скорее всего, именно для крепления на маля. То есть, как раз здесь размер ячейки подойдет, но при этом достаточно широко таким образом, чтобы прям плотно-плотно-приплотно сидеть. И, как мы видим, у нас ножны не симметричные, что клиночек не симметричный. Нож сидит в ножнах абсолютно как в литой. И здесь как раз-таки вот, что такое нож на подрыв, скажем так. Нож именно на какую-то мгновенную резкую вспышку. Я сейчас объясню, что я имею в виду. То есть, есть понятие тактический нож. Это все нами изъезжено, все раскопано, изучено и прочее, и прочее, и прочее. Там боевые, небоевые и так далее. Но я считаю, что именно одной из особенностей хорошего тактического ножа, одной из особенностей хорошего самооборонного, например, ножа, это то, что если ты знаешь примерно, где он на тебе в пространстве находится, самое главное, чтобы быстро, вслепую, не думая. Потому что очень мало есть людей, которые сохраняют холодный рассудок в стрессовой ситуации. В основном, у большинства из нас адреналин. Не знаю, там руки трясутся, не трясутся, но в любом случае. И здесь как раз-таки вот тот самый случай, когда просто раз, а он еще и бархаткой. Ох ты ж, ё-моё, вон оно чё. То есть, здесь сделано так, что... Но нет. Бесшумным не назовешь, не назовешь. В любом случае, при всей странности конструкции, за ножны твердую пятерку с плюсом просто охренительные. Они просто охренительные. Здесь, видите, стягивается все вот таким вот образом дополнительно. Для того, чтобы и держало крепко, но и... Сейчас. Ни хрена себе быстро. Вот поджал, так поджал. Ну ладно. Для всех тех, кто сейчас скажет, бляха, это же такая тонкая вот эта вот перегородка, по ней сломается и прочее, прочее. Я вам могу сказать, ребят, точно не сломается. Ничего здесь не сломается. Почему? Потому что, во-первых, она 6 миллиметров толщиной. А во-вторых, далеко не все хвостовики, знаменитых ворсминских, скажем так, производителей классических ножей имеют такое сечение. Далеко не все. Но в любом случае, приколюха, прям приколюха. Действительно колодач. Так вот, я хотел сказать, если кто не видел мой ролик про нож-танкер-колодач, обязательно посмотрите. Почему? Потому что колодач для меня это эталон ужас на хвосте. Эталон какой-то бесполезного нагромождения каких-то деталей и прочее, прочее. Но при этом это точно не скучные ножи. Потому что в плане скуки первое место удерживает совершенно уверенно Александр Бирюков. Мне его ножи, вот, ноксовские ножи, просто я смотрю и думаю, ну, сколько это еще будет продолжаться. People have it, почему бы и нет. Ну, так вот. И это сейчас я говорю без каких-то там... Я знаю, что Александр в мой адрес очень-очень непечатно выражается. Нет, я ему желаю процветания. Даже более того, благодаря тому, что я там его упоминаю, как-то критикую, благодаря тому, что я сделал такой разгромный обзор на... Как же этот чулок одноногой проститутки назывался-то? Тантоит король... А, Ронин, вот. Ронин, ноксовский. После этого разгромного обзора там все раскупили. Я просто знаю, где человек продавал один, на него все скупили просто. Поэтому все нормально. Но скучно, очень по-китайски, очень. Другое дело здесь. У меня вопрос. Когда я приеду в Австралию, а я когда-нибудь туда все равно съезжу, у меня там живет один очень хороший товарищ, у меня будет первый вопрос к австралийским множеделам. Почему вы на любую, даже самую мелкую кракозяброчку ставите, почему вам не найти лист стали К110 толщиной 5-4 миллиметра? Откуда эти 6 миллиметров? Просто, просто, я не знаю. Это вот австралийская тема. Но здесь действительно очень-очень небольшой нож. А что уж там, давайте по ТТХ. Ну вот 6 миллиметров. 6 миллиметров. Компакт Клиренс Найф. Халбрид Блейдс. Дизайн Халбрид Блейдс. Длина 171 миллиметра. Длина клинка 76 миллиметров. На 3 дюйма толщина клинка 6 миллиметров. Ё-моё. Спуски какие. Посмотрите, это действительно, то есть это от слова именно только протыкатель. Здесь резательный какой-то момент этого ножа, он очень-очень сильно ограничен геометрией клинка. Финиш клинка PTFE, чтобы это не значило. Сталь Беллер К110. Рукоять G10, но при этом здесь G10 такая очень-очень микартоподобная. Я не удивлюсь, если описание было некорректное. Нет, ну всё-таки это G10. Всё-таки это G10, но очень-очень похоже именно вот этими вырезами. Текстурка как будто бы микартовая. Фуллтанк. Вес 169 грамм. Пластиковые ножны на наламни 105 евро. Компания Halbrid Blades Австралия на 100% принадлежит и управляется Австралией. На своей базе в Южном Мельбурне компания проектирует, разрабатывает узкоспециализированные продукты в соответствии с конкретными требованиями пользователей. Наша миссия состоит в том, чтобы вывести на рынок специализированные ножи и ручные инструменты высочайшего качества, продуманно спроектированные, без компромиссов в материалах или технологии производства. Дальше идёт очень много похвальб. Там ЧПУ, Микарта G10. Слушайте, надо перепроверить. Вот честно, я не хочу обманываться, потому что для Микарты это слишком G10. Для G10 это слишком Микарты. Ладно, неважно. Вот. И бла-бла-бла-бла. Наши продукты и услуги предназначены для любителей активного отдыха, мастеров боевых искусств, сотрудников частных служб безопасности. Если я мастер боевых искусств, то мой нож это ВИКС, потому что всё остальное я делаю боевыми искусствами. Нахрен мне эта тыркалка вообще нужна? Так. Сотрудников правоохранительных органов. Мы также предлагаем дизайн и ножей инструментов, управление проектами, услуги по производству другим компаниям и государственным учреждениям в дополнение к нашим собственным фирменным разработкам. Сейчас, кстати говоря, я сразу же вспомнил СН-Найвс. Мне интересно, они больше зарабатывали денег на ножах или на своих вот этих вот курсах выживания. Думаю, под конец, конечно же, на ножах. Это всё-таки ножевая компания. Но поначалу, я думаю, что там курсы выживания очень немало им давали, как говорится, копейку. Так вот. Клёвая штукенция. Причём сейчас она налавнена именно со скидкой сотик. Это какая-то совершенно бездумная, непонятная вещь. Во-первых, при молоточном хвате у нас получается такой очень сильный наклон идёт клинка. Не факт. Далеко не факт, что что-то получится им построгать и так далее. Самое главное, это, конечно же, причинение каких-то неприятностей, там, колесо проткнуть, ещё что-то. Опять же, здесь вот посмотрите, это просто колун. Здесь трёх миллиметров совершенно хватило бы для того, чтобы не только проткнуть, но и порезать. А 6 миллиметров, это у вас практически, блин, арматурино. Это действительно исключительно для проткнуть. Но всякие разные, видите, здесь можно делать хваты-перехваты. Приколюха мне это нравится. Она на самом деле классная. Здесь вот выход хвостовика с отверстием для темляка. Вот здесь узел бриллиантовый не помешает, потому что как раз-таки он вот сюда вот пошёл бы и немножко добавил бы чуть-чуть именно, ну, даже не удержания, а просто объёма в ладонь, я бы так сказал. Объёма в ладонь бы он добавил. Вот. С точки зрения какого-то крашинга, скал-крашинга или глаз-брейкинга, ну, хрен знает. Здесь за ладонь страшно. Плюс, опять же, в какой-то стрессовой ситуации, в быстрой ситуации этот нож можно и нужно использовать как глаз-брейкер вот таким вот образом. Нужно просто расхерачивать стекло просто клинком. Вот и всё. Здесь как раз-таки 6 миллиметров вот для этой цели. Почему бы и нет, запросто подойдёт. Как видите, очень заботливо в верхней выемке у нас есть такая тракторная насечка. Палец стоит. Вообще, конечно, хват просто изюмительный. Здесь действительно тычковый нож. Он, может быть, не такого плана тычковый. Хотя так тоже можно держать. Но именно под диагональный хват он есть и никуда не денешься. Д2. Так. Есть повод поднаехать. Значит, у меня появился. Почему? Потому что... Сейчас, подождите, ребят. Одну секунду. Я найду себе ручку. И у меня здесь ручка. Чтобы просто... Ну, вам-то спешить некуда, правильно? Сейчас заодно проверим действие моего микрофона. Действует ли он из соседней комнаты. Просто я сделаю себе пометку в ТТХ, потому что я вас обманул. Я вам сказал, что Беллер К110, но на клинке красуется надпись D2. Так бывает. Почему бы и нет? Как говорится, я не броудкастинг. Имею право на ошибки. Про броудкастинг я вообще молчу. Так. Ладно. Хорошо. В общем... В общем, прикольно. Мне нравится. Он... Вот эта вот кочерга... Совершенно какой-то по виду... Ну, абсолютно какой-то безумный. Непонятно, что с ним делать. Кроме как действительно какие-то именно там... Порушения творить. Но, блин... Его берешь в руку. Он прям как вот действительно вот эти вот все вытачки, выемки в рукояти. Он действительно как в литой рукояти. Очень-очень классно. Прошу прощения за непрофессионализм своего обзора. Почему? Потому что я здесь пол обзора рассуждал. G10 это Элемикарта. Значит, потом оказалось, что еще и лоханулся со сталью пролетел. Ну, вот как есть, так есть. Вот такой вот он. Вот он какой, как в старой рекламе, как говорится. Ну, хрен знает. Причем был бы он в два раза тоньше. Вот там бы я его выхваливал бы, нахваливал. Потому что действительно там гораздо больше было бы даже с точки зрения каких-то вот таких вот моментов. Не режет 6 миллиметров. Ну, вот такие спуски нет. Укол? Да. Удар? Да. Резать не будет. Я, к сожалению, не могу его протестировать, но я точно знаю, что этим ножом даже обычный мяч вспороть, и то придется по-настоящему прям напрягаться. Потому что переборщили, перекачали. Все, спасибо за просмотр. Всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.